Напомню, постановление вступило в силу еще в начале июля. Согласно новым правилам, в магазинах молочная продукция и продукты с содержанием растительных жиров должны быть визуально отделены друг от друга. Один из способов разделения – соответствующие надписи на ценниках. Они информируют потребителя, есть ли в продукте заменители молочного жира или он изготовлен из натурального молока. Требования закона выполняются в холодильнике с мороженым, а вот на полках с молочными продуктами требования закона не соблюдаются. Нарушения сотрудники Роспотребнадзора заметили на полке с сырами. Подобные нарушения и на других полках с молочкой. Согласно требованиям постановления, натуральная молочка и продукты с растительными жирами должны быть на разных полках с соответствующими подписями. В этом магазине они стоят на одной полке и визуально потребителю сложно определить, где натуральный продукт. Для надзорного ведомства это грубое нарушение и требование постановления правительства и прав потребителей. Подобные рейды сотрудники Роспотребнадзора проводят ежедневно в разных районах города и всюду выявляют те же нарушения. Это отсутствие факта визуального разделения молочных полок. То есть потребитель должен придя в магазин видеть отдельно полку и информационную надпись, где будет написано продукты без заменителя молочного жира и отдельная полка с надписью информационные продукты с заменителем молочного жира. По фактам нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы и выписали штрафы для юридических лиц их размеров от 10 до 30 тысяч рублей. Кстати, контролировать соблюдение закона могут и сами потребители. При выявлении фактов нарушения правил торговли молочной продукцией следует обратиться в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство находится по адресу улица Офицерская, дом 20.